Отец Сергий Гарклавс, хранитель Тихвинского образа Божьей Матери, встретил свой 85-летний юбилей в родном для иконы монастыря. Прилетевшего из Америки батюшку ждал теплый прием и множество подарков. О радостном событии репортаж наших петербургских корреспондентов. Самое драгоценное поздравление для священников — вместе отслужить литургию. Владыка Назарий, возглавивший службу, напомнил отцу Сергию его первую архиерейскую службу. Она была ровно 70 лет назад. Затем подростку Сереже не раз доводилось прислуживать в Риге архиепископу Иоанну Гарклавсу, передавшему ему свою фамилию и миссию — быть хранителем изгнанной иконы. Мы прошли через военные годы. Матерь Божия над нами всегда была. Она была на заступке, спокровитель, спокровалась. И для этого нас было великое утешение. То, что во всех странствиях — по Чехословакии, Польше, Германии, Америке — хранители своего образа сопровождала сама Царица Небесная, видно по сиянию молодых глаз отца Сергия. Воистину юношеским духом, своей энергичностью и целеустремленностью в делании добра, готовностью оказывать духовную поддержку всем, прибегающим к вам за помощью. Этими качествами отец Сергий запомнился митрополиту Петербургскому и Ладожскому Владимиру, приславшему на день рождения не только поздравительное письмо, но и другой, более редкий подарок. Награждается медалью Святого Перворковного Апоста Петра Первой степени. Отец Сергий живет по закону «Чудо». Чтобы это понять, достаточно перелистать страницы только что выпущенной книги. Это рассказ о странствиях и риске, а главное о том, как Бог действует в судьбе тех, кто Ему доверяет, чтобы пробраться из Праги в американскую зону оккупации и миновать патрули, 16-летнему Сереже Кожевникову пришлось пробираться под вагонами, прижимая груди старинную тихвинскую икону. Но чтобы миновать, если бы нас могли залежать, тогда бы нас выслали, так надо было идти под вагонами. Вот, конечно, под вагонами даже без иконы довольно трудно, но с иконами, ну, как всегда, Матерь Божия всегда нам сопутствовала, помогала. Судьба отца Сергия навсегда сроднилась с судьбой иконы. Вслед за ней он нашёл своё пристанище в Тихвинском монастыре. Только что построенный дом принял странника, ставшего духовным отцом обители.